На высоте 6 тысяч метров спортсмен из Железногорска покорил вершину Килиманджаро. Когда началось кислородное голодание, луна была розового цвета. Я думал, сначала это явление какое-то. Первая рассада перцев, томатов и лука. В Назарово садоводы готовятся к дачному сезону. Для того, чтобы разбудить семя, оно всегда должно быть во влажной земле. Мы сначала делаем в горячей воде. Усиленные тренировки и жесткая дисциплина. Юные спортсмены из Канска выступят на чемпионате страны по спортивной акробатике. Это очень важное соревнование. Это большая ответственность. Мы едем так далеко, то есть надо выложиться на все столы. Железногорец Андрей Закалин известен в городе своими путешествиями. На днях он вернулся из Африки. Восхождение на Килиманджаро заняло у Закалина 3,5 дня. Горы встречают своих покорителей отнюдь негостеприимно. Температура на вершине минус 15, а скорость ветра все 60 метров в секунду. Головная боль – кислородное голодание. Так называемая горная болезнь – бич скалолазов. Люди падали на ходу, как подкошенные ловили галлюцинации, рассказывает железногорский путешественник. Я когда шел, когда началось уже кислородное голодание, луна была розового цвета. Я думал сначала это явление какое-то, фонарик включаешь и фонарик розового цвета. Но в целом, говорит Андрей Закалин, он ожидал больших трудностей. От подножия до вершины путешественника сопровождают опытные проводники. Лагеря поражают комфортом и чистотой. Да и сама дорога оказалась легче, чем он предполагал. Последний переход начинается в полночь, чтобы за 5-6 часов успеть взойти на вершину и встретить рассвет на высоте в почти 6000 метров. Самое обалденное, что можно вообще в жизни увидеть, это рассвет на пике вершины. Во-первых, это незабываемое впечатление именно по красоте своей, когда на снежной вершине все это происходит. Во-вторых, когда солнце и луна одновременно садятся, создается огромный двойник горы, то есть тень. И она как в сказке, вот так в облаках, тень вот эта вся играет. Заниматься скалолазанием Андрей Закалин мечтал с детства. Серьезно готовился, поднимался на большой и малый борус. Главное, выяснил для себя, как организм переносит горную болезнь. Оказалось, неплохо, а значит, впереди новые вершины. Как говорится, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Для того, чтобы разбудить семя, оно всегда должно быть во влажной земле. Мы сначала сделаем в горячей воде. Опытный садовод и большой экспериментатор по части томатов Надежда Бережнова проводит обязательную проверку семян на всхожесть. Для добросовестного коллекционера, который снабжает семенами дачников по всей стране, это важная процедура. Для посадки в огороде выберут не больше двух сильных ростков из пяти. Найти такие помогает пробная рассада. Но у меня фасует муж, поэтому он каждую семечку рукой прощупывает, оно завязалось или не завязалось. Оно должно быть крупненькое, должно быть шарик внутри. И он это проверяет. И если проверка на всхожесть для простых садоводов не обязательно, то вот другие советы коллекционера можно применять всем. Надежда Бережнова обязательно замачивает семена в горячей воде, а затем в растворе марганцовки. Землю лучше брать из-под черемухи, а покупную прокаливать в духовке. Это гарантирует защиту от вредителей. Шедевры. Они красного цвета и тоже не очень большие. Они где-то до 400 грамм. Словно цветной бисер, садоводы перебирают семена, обработанные защитным средством. За новыми сортами к Надежде Бережной пришла ее приятельница. Три года назад она тоже увлеклась экспериментами и теперь на грядках в сезон высаживает не меньше 60 сортов. Такой большой выбор дает разнообразие вкусов. Ну вот обычно раньше, как все мы идем и покупаем сорта, которые нахвалят подавец, тем и берем. А тут я прислушалась, смотрю, человек столько много сортов и знает, прямо рассказывает так интересно. Думаю, ага, дай-ка я попробую. Почти 800 сортов помидоров. И это не считая семян других садовых культур. Надежда Бережнова уже посеяла тыкву. Под лампой проклюнулся голландский лук. К слову, Надежда Бережнова больше доверяет зарубежным семенам. Их она выписывает из США, Франции, Голландии, Израиля. В Лисосибирском краеведческом музее открылась выставка, посвященная 45-летию города. Среди экспонатов образцы лесохимических разработок, фотографии, сохранившиеся детали, одежда и записи больниц, школ и предприятий. Живая история становления от самого начала до наших дней. Первыми посетителями выставки стали школьники и педагоги одной из школ города. Историю города я знаю не понаслышке. Для меня много чего нового здесь. И фотографии, и экспонаты тех комбинатов, которые у нас есть на данный момент. Но для детей эта выставка прямо вкладясь всей информации, которая есть о городе Лисосибирске. Ее собрали музейные работники. И для нас, как для учителей истории, общества знаний, которые занимаются краеведением, это немаловажно. Потому что можно прийти с детьми и рассказать не на пустом месте, а уже с базой какой-то определенной. Отдельная экспозиция посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На открытии выставки двум ветеранам города торжественно вручили юбилейные медали. Всего же по указу президента такие памятные знаки в Лисосибирске получат 291 человек. В Красноярском крае защищать леса от пожаров будут более 450 бойцов лесного спецназа. Ежегодно до начала весны все лесные авиавожарные должны отработать навыки прыжков с тренировочной вышки и воздушных судов. Выполнить по пять спусков с разной высоты с вертолета Ми-8. Очередная тренировка пройдет 28 февраля на базе аэропорта Шушенская. Помимо подготовки к пожароопасному сезону продолжается масштабная модернизация системы охраны. Так, на базе трех особо горимых авиаотделений лесопожарного центра в Кежемском, Енисейском и Тосеевском районах будут дислоцироваться 60 парашютистов пожарных. В Саяно-Шушенском заповеднике провели перепись животных. Научные сотрудники совместно с государственными инспекторами обследовали 15 маршрутов общей протяженностью более 160 километров. Вблизи водохранилища было обнаружено большое количество отпечатков лап волков, меток и других следов хищников. Неоднократно на учетных маршрутах и берегах замечали следы ирбиса. Они также активно перевещаются по территории заповедника. Если волки проходят в основном по облесенным поймам рек и пологим склонам в нижней части гор, то снежные барсы предпочитают скальные склоны и хребты гор. Акробаты спортивной школы имени Мочалова всегда находятся в хорошей физической форме. Всегда нагрузки, всегда жесткая дисциплина. Оно и понятно, ведь ребята вместе со своими тренерами каждый месяц выезжают на соревнования разного уровня. Бывает даже и в месяц по несколько раз. Только они вернулись из Красноярска, как тут же приступили к подготовке к важным соревнованиям в Горно-Алтайске. С 3 по 9 февраля в городе Горно-Алтайске проходил чемпионат и первенство Сибирского федерального округа, где спортсмены города Каннска приняли участие. Вообще около 300 спортсменов участвовало из 11 городов Сибирского федерального округа. Было очень много волнения, потому что понимаю, что это очень важное соревнование, то что это большая ответственность. Мы едем так далеко, то есть надо выложиться на все 100. И, ну, понятное дело, волновались, но тренера поддерживали, и становилось легче. Выходили и делали то, что могли. Омские спортсмены стали главными конкурентами наших ребят. Они не первый год выступают на чемпионатах России, являются обладателями Кубка мира 2019. Мужская четверка из Каннска уступила им. Ребятам чуть-чуть не хватило до абсолютной победы. Они остались в шаге от золота и сумели завоевать серебро. Мы показывали свои номера, которые отрабатываем здесь каждый день. У нас три номера. Первый – балансовый, второй – темповый, и третий – это смешанный. На каждое выступление отводится по одному дню, и потом результаты композиции складываются и распределяют места. Воспитанники Каннской школы выступали на чемпионате СФО в составе краевой сборной, в которую также вошли спортсмены из Норильска. По результатам командного зачета Красноярский край на первой строчке рейтинга. Теперь победители готовятся к первенству России, которое пройдет уже в конце февраля в Воронеже. Ну а после него в марте выступят на чемпионате страны в Одинцово. В гостиной Шушенской библиотеки саяногорская певица и композитор Ирина Леонтьева исполняет песни на стихи участников литературного объединения «Стрежень», которое в этом году отметит 54 года со дня образования. Ирина по профессии инженер-строитель, но песни и гитара в ее жизни были всегда. Несколько лет назад ее пригласили в творческое содружество. Я, конечно, обрадовалась, что нашла людей интересных по духу. И тоже стала слушать, как они вначале стихи все читают. И некоторые стихи, которые мне очень нравились, я из них делала песни. В Шушенское приехали писатели-любители, чтобы встретиться и пообщаться с единомышленниками из клуба «Вдохновение». Он открылся при районной библиотеке три года назад. И сегодня в его рядах 13 участников самых разных профессий и возрастов. Объединяет их любовь к поэзии и прозе. Хочется больше писать, больше творить. И даже хочется то, чтобы книги новые выпускались. Сейчас вот мы, наверное, решим вопрос, чтобы выпустить стихи и прозу о войне. Это к 75-летию. Издание творческих сборников в литературном объединении «Стрежень» – процесс регулярный. За более чем полувековую историю участники клуба стали и летописцами, грандиозных строек и творческими рассказчиками обо всем, что происходит на родной земле. Наша задача – оставить материал. Придут наши потомки, посмотрят, оценят. Ведь история – это не только какие-то громкие события и так далее, а это психология человека, как она менялась. А где это? Почерпнуть. Только то, что останется на бумаге. На творческих встречах литературных объединений обмениваются недавно изданными книгами, читают собственные стихи, поют песни. Общение – это возможность поделиться планами с единомышленниками и погрузиться в творческую атмосферу.